2 июня, пятница, солнышко переходит в 35-е ворота. Перемены, прогресс, активно щитовидная железа и горло. В дарах это ощущение наполненности, отсутствие зацепок за внешние стимуляторы и увлекательный внутренний мир. В тенях зависимость от внешних перемен, постоянный голод по новому опыту, жертва необходимости перемен. Человек может смирившимся стать, подавление голода за новым опытом, вся сила человека уходит на это подавление. Да нет, мне не надо в отпуск, да нет, я не пойду с вами в кино, вы уж как-нибудь без меня. Отказ от полноты жизни или маниакальность. Человек бросается из одного в другой, не может позволить впечатлениям остановиться, просто наркоман внешних событий. Посыл на этот день, препятствия это часть процесса. Придерживайтесь стабильности, подстраивайтесь, постоянно обращать внимание на собственное внутреннее расписание. Жизнь полна вещей, которые отвлекают внимание, они могут сбить вас с внутреннего вашего естественного ритма. Вдыхать новую жизнь, ориентируйтесь на высокие идеалы. Способность увидеть, как можно достичь своих целей и кто может вам в этом помочь. Действовать по-новому, когда старые методы не работают. Вам нужно четко мыслить во всех начинаниях и узнавать тех, кто мыслит так же. Когда вы готовы вести за собой, вы четко излагаете мысли и мудро используете доступные ресурсы. Щедрость. Поддерживать каждого, отдавая и принимая. Источником вашей щедрости является ваше личное внутреннее богополучие. В целом подумайте, какие перемены вы хотите и доверяйте своему собственному ритму. Поток дальше сделает все сам. Прочь сомнения, только они могут вас затормозить. Реализуем все те идеи, которые витают в воздухе. И мы помним, что это пятница, день Венеры и сегодня можно поговорить про пение. Пение раскрывает сердце и наполняет энергией. Гармонизируя Венеру, пение благоприятно влияет на горловую чакру и раскрывает сердце. Наш голос льется, мы наполняемся вдохновением. Раздражение и плохое настроение уходят. И на смену приходят умиротворение и радость. Душа поет, и нам хочется творить добро, делать комплименты и хвалить окружающих людей. Особенно звук ОМ восстанавливает баланс тела и умиротворяет ОМ. Он распахивает сердце, которое получает способность принимать мир с любовью. В сердечном центре женщины источник любви не иссякаем. Энергия любви женщина наполняет окружающее пространство. Помните, как поется в песне «Моей огромной любви хватит нам двоим с головой». Если женщина щедро одарила мужа своей неисчерпаемой энергией любви, то у мужчины раскрывается горловая чакра, просыпаются его творческие способности, он может заработать. Недики давно уже обратили внимание, что пение, в особенности занятие вокалом на профессиональном уровне, на здоровье оказывает самое благотворное влияние. Пение сообщает телу правильные вибрации, что поднимает на жизненный тонус. Во время пения в мозгу человека вырабатываются эндорфины – вещества, которые вызывают гормон счастья, который помогает нам ощутить умиротворение и радость. Улучшается кровообращение. Это благотворно влияет на голосовые связки, миндалины и многочисленные лимфоузлы. Пение значительно повышает местный иммунитет, и мы реже простужаемся. Пение не только великолепно развивает дыхательную систему и грудную клетку, но и становится залогом здоровья сердечной мышцы. Улучшение кровоснабжения при пении ведет к активизации деятельности головного мозга, он начинает работать интенсивнее, улучшается память, легче воспринимается любая информация. Внимание, девушки! Улучшение кровоснабжения головы в целом омолаживает организм и улучшает состояние кожи. Пение очень полезно при заболеваниях легких, так как не только заменяет дыхательную гимнастику, но и способствует развитию грудной клетки, правильному дыханию, что значительно уменьшает число обострений. При регулярных занятиях в хоре в организме повышается уровень иммуноглобулина А и гидрокортизона, которые являются признаками хорошего иммунитета. В настоящее время разработаны методики, лечащие от заикания посредством пения и помогающие улучшить дикцию. Также мы можем вспомнить солиста группы Hi-Fi, который изначально заикался, и только когда он пел, он переставал это делать, и именно пение помогло ему справиться с этим недугом. Будущим мамам специалисты рекомендуют слушать классические произведения, а вот если петь самим, то лучше колыбельные песни, спокойные и умиротворяющие. Последнее особенно полезно, поскольку во время вокала звуковыми частотами активизируется внутриутробное развитие ребенка, происходит положительное воздействие на его мозг. Пение применяется даже при борьбе с лишним весом, порой чрезмерно полным людям предлагают при возникновении чувства голода вместо перекуса спеть 2-3 песни. При этом Венера у нас находится в Раке, в Пунарвасу на Кшатре, Юпитер в Овне, Луна в Вишаке, происходит обмен между знаками, Венера в Раке, Луна в Веса, высока вероятность переезда, начала новых отношений или перемены на личном фронте. Венера в 56-х воротах, это рассказчик и странник, в первой линии, это первый и неуверенный шаг к новому и получение обратной связи от окружающих. 56.1. Плыть по морю не отвлекаясь, целенаправленность ваших действий определяет ценность вашего жизненного опыта. При этом у нас 13-е лунные сутки, которые дают ответы на вопросы, улучшается интуиция, информация в этот день усваивается невероятно легко. Хороший день для омолаживающих практик, для того, чтобы заниматься целительством. Действия в этот день – надежда. И мы накапливаем информацию, корректируем прошлое и работаем с кармой. Астрологи полагают, что в этот день усиливается процесс протекания жизненной энергии праны. Происходит энергетическая подзарядка. И если вы верно следовали лунным ритмам, то получите дополнительные силы. День связан с колесом сансары – это символ бесконечного круга. Поэтому не удивляйтесь, если испытаете ощущение дежавю. Относитесь к этому спокойно, без раздражения. Очень важно понять свои ошибки в этот день и исправить их. Это самый благоприятный день для очистки кармы и распутывания внутренних противоречий. Очень хороший день для того, чтобы собраться с кем-то вместе. При этом неважно, кто именно это может быть. Главное, чтобы сборище было в позитивном ключе настроено и сделало какую-то пользу миру. А еще хорошо в этот день взять книгу, потому что все, что ранее казалось сложным и скучным, сегодня вдруг внезапно запомнится и будет восприниматься легко. Если в этот день начать изучение иностранных языков, то можно достигнуть высоких результатов. Луна находится в созвездии Вишакха, которая обладает достаточно амбициозным характером. Венерианские страсти занимают умы и сердца всех, даже тех, кто родился в холодильнике или на складе. Женщины и мужчины, присмотритесь внимательно к своему окружению. Вполне возможно, что рядом есть тот человек, о котором вы мечтали. У Вишакки есть символ тигр, и этот тигр достаточно сексуально напорист, поэтому важно давать выгул этой энергии. Также этот день, который хорошо подходит для тех, кто верит в свой успех, а настоящий успех – это ваш персональный успех, который зашифрован в вашей астрологической карте. Чтобы об этом узнать, обратитесь к астрологу, например, ко мне. Благоприятно проявление напористости, поиск истины и даже дискуссии. Все, что требует умственной концентрации, принятия решений и постановки целей. Благоприятный день для начала обучения. И если вы хотите добиться расположения благоверного мужчины или у вас есть избранница, которая никак не даст вам какой-то ответ, вы можете в это сделать. Но Вишакка очень часто добивается своего путем того, что она от чего-то отказывается. Поэтому подумайте о том, от чего вы сегодня можете отказаться. И настрой на день. Я расстаюсь с печалью о прерванных отношениях. Я больше не ищу идеального мужчину или идеальную женщину. Я законченное, совершенное существо и не нуждаюсь ни в чем и ни в ком для совершенства. Я умею любить и знаю, что заслуживаю любви других. Я дарю и принимаю любовь без всяких оговорок. Я желаю, чтобы в этот день у вас все было легко, просто и было хорошее настроение.